Дети Донбасса Спасибо вам огромное! Вы меня проводили по самым таким значимым местам, управлялись в самые такие удивительные места. Удивительно красиво здесь. Это культура, это быт, это просто невероятные места. Готовность школ к новому учебному году и не только. Глава Минобра Республики говорил на неделе с журналистами, а глава Кабмина выразил опасение, что не все успеют завершить ремонт к 1 сентября. Автопробег 250-летию со дня рождения Мухаммада Яракского прошел в Дагестане. В акции приняли участие сотни людей со всей республики. Здравствуйте! Это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях в минувшей неделе расскажем прямо сейчас. В Сунтинском районе свадьба закончилась трагедией. Инцидент произошел в частном доме в селении Хашар-Хота, где во время торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция. В результате несчастного случая от полученных травм скончалась одна женщина и пострадало более 30 человек. Пять из них были транспортированы в Махачкалу для дальнейшего лечения. Процессуальную проверку по данному факту взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позже было возбуждено уголовное дело. На неделе сотрудники ФСБ задержали в Москве Красноярский и Новосибирский членов ячейки запрещенной в России организации «Катиба Таухид Вальджихаг». Известно, что они призывали к противоправной деятельности, а также проводили сбор денежных средств террористам в Сирии. В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъялись средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела. Готовы ли школы Дагестана к 1 сентября? Каковы итоги оздоровительной кампании детей и результаты госэкзаменов? На эти и другие вопросы представители СМИ ответил министр образования и науки Дагестана Ехи Абучаев. По результатам ЕГЭ текущего года в республике 30 стопбальников, в основном по русскому языку. Также глава Минобра отметил, что в летних лагерях отдыха провели каникулы более 30 тысяч детей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Затронули и проблемные вопросы, касающиеся в частности капремонта образовательных учреждений. Мы в этом году делаем оборудование, то есть ремонт на 3 миллиарда рублей, капитальный ремонт, вот эти 210 зданий. А оборудование в школу поставляется на 1 миллиард 400 миллионов. Это новые парты, новые стулья, новые школьные доски, мебель в классе. Это комплекты наглядных пособий для кабинетов физики, химии, биологии. О проблеме капитального ремонта в школах высказался на неделе и глава Дагестанского Кабмина. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в 12 школах республики ремонтные работы идут низкими темпами. И готовность таких объектов сегодня ниже 75%, что в свою очередь создает угрозу срыва начала учебного года в данных образовательных учреждениях. Указанные школы расположены в Акушинском, Махтынском, Левашинском, Цумадинском, Шамильском районах и городе Махачкала. А вот в Кизелюрте с этим дело обстоит куда лучше. Обещанные персики от мэра города получили руководитель подрядных организаций, занимавшихся капитальным ремонтом местных школ. Напомним, согласно устным договоренностям, если строители не успевали закончить работы до 15 августа, они обязались выплатить городу по 5 миллионов рублей. В случае своевременной сдачи объектов Магомедов обещал вручить каждому руководителю по ящику персиков. В итоге ремонтные работы были завершены в срок, а рабочие получили обещанные персики от самого градоначальника. У нас в городе есть такие строители, которые отвечают за сказанные, которые все делают добротно, красиво, как для себя. Но зачем на стороне искать строителей? Мы будем просить, представители правительства, первую очередь, главы изменить, будем просить. Потом представители будем просить, чтобы мы сами были заказчиками и строителями, подрядчиками были вы. Такие добросовестные, такие правы, как вы. Кушайте персики, на здоровье. Барсиба. Не только приятно, но и безопасно и законно. Катание на катерах в Дагестане взяли под жесткий контроль. Сотрудники МЧС провели очередной рейд с целью проверки соблюдения правил безопасности при эксплуатации плав-средств на Черкесском водохранилище и Сулакском каньоне. Подробности материал Ларина Шамхалаева. Вот так из года в год сотрудникам МЧС приходится разъяснять одно и то же. На судно должны быть документы, а у водителя права. Приходится и напоминать, что слишком большое количество людей на судне и недостаток спасательных средств – тоже серьезные нарушения. На воде, как на дороге, свои правила. Минимальная цена за их несоблюдение – штраф, максимальная жизнь человека. Этим летом из-за большого количества туристов в республике вопросы безопасности стоят особенно остро и рейды приходится проводить чаще. Только за июль-август у нас более 37 рейдов и патрулированы совместно с Росгвардией, совместно с МВД, совместно с Буйнацкого района райотделом, где было составлено более 37 административных протоколов на сумму более 350 тысяч. Основные нарушения в данном направлении – это не зарегистрированы установленные порядки маломерные суда, не имеются права на управление маломерным судном. Также не все используют спасательные жилеты. На катере в этот день удалось прокатиться не всем. Туристов вежливо попросили покинуть незарегистрированные плавсредства. Гости из Ижевска решили не отчаиваться и сплавиться на байдарках. К слову, и здесь необходимо быть в специальных жилетах. Но, как выяснилось, туристов больше беспокоит далеко не безопасность. Мы приехали из Ижевска, Удмуртская республика. Мы уже на самом деле здесь последний день, успели покататься. Грязная вода, пляж, много мусора. Ну, в целом все нормально, природа отличная. У нас в целом-то эти проверки никак бы не коснулись никак совсем. Ну, а пожелания в целом для республики тогда, для именно вот отдыха на каньоне? Хочется какое-то улучшение инфраструктуры, наверное. Планируете вернуться сюда? Очень хочется. Не остался в стороне и глава села Черкей. Он лично приехал на рейд не только, чтобы помочь сотрудникам МЧС, но и поддержать своих односельчан. Ответил он и на замечания туристов. Обещал приложить усилия для того, чтобы сделать отдых комфортнее в следующем году. Относительно прошлого года, конечно, есть результаты на территории Черкея. Люди уже понимают, что надо развиваться, что и большими шагами надо подниматься по этой карьерной лестнице, скажем так, туристического. Но в прошлом году, например, у нас здесь не было гостевого дома, ресторанов, кофея не было. В этом году, слава богу, появились. В этом году есть новые какие-то катера, есть ребята, которые получили документы на катер. Но я очень надеюсь, что в следующем году мы уже относительно этого года наведем порядок и мы будем готовы к тому потоку туристов. Также мы, администрации села, определяем ребят, которые будут рассказывать про историю данного села, Черкея, туристам. Планируем также общий пирс построить, поставить на берегу, чтобы на берегу находились только те катера, у которых есть по восстанавливающие документы. Мы всегда рады принять туристов. Недовольны, я уверен, что никто не выйдет отсюда. Но учитывая этикет, одежда, манера спиртных напитков, чтобы здесь не было. По результатам рейда выяснилось, что полный комплект документов был только у 10 судов. Однако составить пришлось 9 административных протоколов на сумму более 100 тысяч рублей. Плавсредства временно побудут на берегу до полного устранения выявленных недостатков. У нас тут ежедневно пост организован инспекторами ГИМС, Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, где под всем вопросом жители, туристы или владельцы маломерных судов могут к ним обращаться. Ежедневно у нас 3 человека инспекторского состава здесь будут. Также это мероприятие, которое сегодня проходило, у нас будет проходить по субботу включительно. То есть в таком объеме, в таком количестве. 15 человек в Росгвардии, 15 человек инспекторов ГИМС, транспортная полиция, Министерство туризма. В принципе, работу ведем. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ, Буйнакский район. Школьница из Донецка провела неделю у махачкалинской семьи. 15-летняя Анастасия Берестюк является участницей проекта «Здравствуй, Россия». Воспитанница вокально-хореографического ансамбля «Сувенир» гостила в семье Мусаевых. Попечителем девочки стала Ума Салемат Мусаева. Женщина работает начальником отдела опеки в администрации Кировского района. Трижды мама и дважды бабушка научила Настю готовить аварский хинкал, организовала девочке поездку на Сулаксий каньон и туристический городок «Главрыба» в Казбековском районе. Гостя призналась, что природа края удивила ее красотой, а люди теплом и гостеприимством. Спасибо вам огромное. Вы меня проводили по самым значимым местам, отправляли в самые удивительные места. Удивительно красиво здесь. Это культура, это быт, это просто невероятные места. Больше всего, скорее, что меня удивило, потому что это была моя, знаете, из таких маленьких мечт, это побывать в центральной мечети. Первое, что сделала Анастасия в день приезда, попросилась в мечеть. И сразу пошла мечеть. Это безумные виды, и это просто невероятные ощущения, непередаваемые. По словам Ума Салимат Мусаевой, участие в проекте дает возможность в очередной раз заявить, что наш народ всегда готов поддержать гостей в трудной жизненной ситуации. То, что сейчас происходит в стране и за ее пределами, не может не изодеть никого. То есть мы все вовлечены в эту историю, и мы все хотим, чтобы все это разрешилось благополучно. Приезд гостей из Донбасса, именно детей подросткового периода, мне кажется очень таким нужным и своевременным, потому что мнения свои они будут складывать не из репортажей, не из сведений, которые они видят на телевидении, либо где-то в соцсетях, а вживую пообщаться с людьми. Всегда интересно увидеть настоящих живых людей, ни политиков, ни каких-то шоуменов. И в данном случае как раз есть возможность рассказать о своем быте, о своей жизни, о своих интересах, о том, чем мы живем, как мы живем, какие у нас взгляды на жизнь. В Дагестане состоялся автопробег, приуроченный к 250-летию со дня рождения Мухаммада Иракского. У акции приняли участие сотни жителей со всей республики. Кульминацией мероприятия стало посещение места захоронения ученого-богослова и проведение маджрица Алима. На мероприятие побывал и наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Ему слово. 150 машин автоколона движется в Саграталь, в горное село, где похоронен выдающийся мыслитель, ученый и наставник трех великих имамов Дагестана – Мухаммад Иракский. Посетить место, где похоронен праведник, приехали сотни людей со всей республики. Большая часть – из Южного Дагестана, откуда и был родом шейх. Мы сплоченные вместе, весь Юждаг, Ахтунский район, Саламиджах. Приехали именно сюда, на Сагратале, где его похоронили. Поэтому хотим сказать, что нас так встретили. У могилы праведника прочитали строки священного Корана и возвели мольбу ко Всевышнему за благополучий мир в Дагестане. Мухаммад Иракский – это великий мыслитель, ученый. Мы до сих пор изучаем его труды. Он нам показал, каково должно быть отношение мусульмана к своей религии. Глубина веры. Вот вера – это основа, которую он нес, как знамя, которое поднимал. И мы спустя столетия вспоминаем и возвращаемся к учению Мухаммада Иракского. Он непростой человек. Он шейх из шейхов, Мухаммад Иракский. Мухаммад Иракский был учителем имама Шамиля. Он преподавал уроки имама Шамиля. Вот имам Шамиля, мы все знаем, какой человек, что за человек. Это все от Ирака Мухаммада всего. И вот с дедушкой мы разные из Ирак посещали и будем посещать, иншаллах. И это важно для всех молодежи, чтобы знали, что такое ислам. Наследие Мухаммад Иракский оставил величайшее. И нынешние потомки продолжают его путь, обучаясь в религиозных учреждениях и распространяя полезные знания. Я пошел по его стопам. Он также был хафизом. Он Коран выучил, если не ошибаюсь, 60 лет. Так что хочу сказать, что все южаги спали мадрасса, потому что сейчас нам нужны алины. После зиярета в Джума-мечети села прошу маджли Салимов. В ней ученые-богословы, проповедники, представители власти рассказывали о духовном наследии шейха. Это событие имеет огромное значение не только для села Сагратель, но и всего Гунивского района, и всего Дагестана. Это именно то, что сегодня укрепляет дружбу между народами и братские отношения между народами Дагестана. Мухаммад Иракский был выдающейся личностью, выдающимся ученым. Очень рады этому. И, конечно же, хотелось бы, чтобы почаще приехали, чтобы братство между жителями нашей республики укрепилось и дало, чтобы оно стало причиной для этого. В завершении маджлиса всех угостили вкусным обедом. Мероприятие планируют сделать традиционным и проводить ежегодно с привлечением большего количества людей. Для нас стало доброй традицией приезжать сюда в Сагратель, место, где захоронен шейх Мухаммад Алиараги. И раньше приезжали, а вот в прошлом году тоже мы приезжали таким большим количеством людей. В этом году уже 250 лет со дня рождения получается Мухаммад Алиараги. Поэтому у нас есть череда мероприятий, которые мы собираемся провести. И начали именно с автопробега, потому что это место, которым он захоронен, место, которое он проводил последнее время своей жизни. Поэтому решили именно начать с этого, поскольку и гунипский, и братский народ нас здесь ждал. Мы сюда приехали, они нас встретили. Достаточно большое количество, более уверенно можно сказать, около 150 машин сюда приехало. Поэтому люди встретили, рады нам, мы тоже рады этих братьев видеть. Даже постараемся почаще, больше, чем раз в год приезжать сюда и проводить такие мероприятия совместно с нашими братьями из гунипского района. Хамза Нурмагамедов, Салим Алискеров, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Сагратль, Гунипский район. Министерство по национальной политике и делам религии Дагестана подвели итоги республиканского конкурса по противодействию идеологии терроризма, в том числе в сети интернет. Заявки на участие подавали сотрудники региональных СМИ, общественники и блогеры. Конкурс состоял из пяти номинаций на лучшие теле, радиопередачи, видеоролики, а также публикации в печатных и электронных изданиях и в социальных сетях. Специальная комиссия оценила работы конкурсантов по 10-бальной шкале. Учитывались как актуальность, так и оригинальность подачи материалов. Вообще телеканал ННТ уже давно ведет профилактику идеологии экстремизма, терроризма. Независимо от того, есть конкурсы, нет. Но когда проводятся конкурсы, когда есть какая-то возможность, чтобы финансово поддерживать тот или иной проект, это особенно приятно. И я с большой радостью поздравляю наших коллег и радиоватан, и других по медиахолдингу нашему с победой в этих конкурсах. Конкурс открыт для любых. Не обязательно это должно быть телевидение или радио. И больше желающий может принять участие. И поэтому мне кажется, что чем больше людей в дальнейшем будет узнавать об этом конкурсе, чем больше людей будет участвовать, тем лучше. Потому что взгляды у всех разные. Может быть кто-то, какой-нибудь обычный парнишка где-нибудь, который живет дома и пробует себя блогером, может дать какой-то такой уникальный материал, который действительно будет иметь успех среди молодежи. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.